В конце ролика «Центростремительное ускорение и центробежная сила» был задан вопрос о том, как поворачивает самолет. И сначала кажется, что ответить на него очень просто, но по мере размышлений возникают все новые и новые вопросы. И обсуждению ответов на них и будет посвящен этот ролик. Для начала разберемся с теми силами, которые действуют на самолет, когда он летит прямолинейно и с постоянной скоростью. Естественно начать с силы тяжести, которая действует на самолет. Характерная масса самолета 200 тонн, значит сила тяжести составляет две тысячи килоньютонов. И эта сила, очевидно, должна быть уравновешена подъемной силой крыла. Вперед самолет толкает тяга двух двигателей, каждой по 200 килоньютонов. Значит суммарная их сила 400 килоньютонов. А эта сила уравновешена лобовым сопротивлением. Ну и мы видим, что сила тяги составляет примерно одну пятую часть от веса самолета. А чтобы самолет разворачивался в воздухе, нужна сила, которая будет действовать перпендикулярно направлению его скорости. И когда-то я думал, что эту силу обеспечивает руль направления. Но потом мне объяснили, что руль направления используется только при разбеге и приземлении самолета. А когда самолет выходит на крейсерскую скорость, его действие оказывается слишком слабым, чтобы достаточной мере развернуть самолет. Допустим, что летчик решил воспользоваться для поворота рулем направления. Набегающий поток разворачивает самолет по отношению к направлению движения. Допустим, что угол рыскания между направлением движения и осью фюзеляжа составил 10 градусов, что довольно много. Сила аэродинамического сопротивления практически не изменила своего направления, а вот сила тяги двигателей повернулась на 10 градусов. Поэтому у нее появилась составляющая перпендикулярная курсу самолета. И эта составляющая равна силе тяги, умноженной на синус 10 градусов, что дает примерно 70 кН. Центростремительное ускорение равно этой силе, деленной на массу самолета 200 тонн. Получаем 0,35 метров в секунду за секунду. Теперь самолет движется по окружности, радиус которой есть v квадрат делить на а. И при скорости 250 метров в секунду этот радиус составляет примерно 180 километров. И радиус, и время поворота оказываются слишком большими, так что на крейсерской скорости пользоваться для поворота рулем направления действительно неудобно. И поэтому самолет, после того как он уже взлетел, разворачивается не с помощью руля направления, а с помощью элеронов, которые расположены на концах крыльев на их задней кромке. При этом элероны устроены так, что когда один из них поднимается вверх, другой при этом опускается вниз. Там где элерон опущен вниз, подъемная сила крыла увеличивается. А где он поднят вверх, подъемная сила крыла уменьшается. Поэтому самолет наклоняется на некоторый угол. Допустим, что угол крена составляет 30 градусов. Сила тяжести направлена вниз, а подъемная сила составляет 30 градусов с вертикалью. Поэтому у нее появляется горизонтальная компонента, равная весу самолета, умноженному на тангенс 30 градусов, что составляет для нашего самолета около 1200 килоньютонов. А когда мы разворачивались с помощью руля направления, эта сила составляла всего лишь 70 килоньютонов, в 17 раз меньше. И за счет увеличения угла, и за счет того, что вес самолета в несколько раз больше силы тяги двигателей. Соответственно, при той же скорости самолета, радиус виража уменьшится в 17 раз и составит на крейсерской скорости порядка 10 километров. И вот мы с вами в целом разобрались, как поворачивает самолет. Но на самом деле остается еще довольно много разных интересных вопросов. И я хочу задать вам целых три вопроса. Во-первых, почему с отклоненными элеронами самолет не продолжает вращаться и не делает бочку? Второй вопрос, почему самолет поворачивается по виражу, а не скользит в сторону? И третий вопрос, зачем пилот при развороте увеличивает угол атаки с помощью рулей высоты? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!